Иногда я обращаюсь к этой книге, чтобы испечь хлеб, который ели наши деды и прадеды. И в этот раз я решил испечь хлеб ситный с маком. Он меня привлек наличием в своем составе патоки и маргарина, ну а также мака. Вот так вот выглядит оригинальный рецепт. Двухфазный хлеб, опара и тесто. Ничего сложного в его приготовлении нет. Я буду печь хлеб весом 1 кг примерно. Для этого потребуется 7 г дрожжей, разведенных в 280 мл воды. А также потребуется 420 г муки пшеничной первого сорта. На этих компонентах замешивается опара. Опара жидкая, поэтому я ее замешиваю миксером. Месить руками ее совершенно бесполезно. Она будет только липнуть к рукам. Ну и естественно при наличии тестомеса можно замешать и тестомесом. Замешивать пока тесто не собьется в такой вот комочек. Вот я контролирую температуру. Желательно, чтобы она была 28-29 градусов Цельсия. После чего все накрываем и отправляем на расстойку. 2,5 часа при 29 градусах Цельсия. Для замеса теста потребуется 280 г муки пшеничной первого сорта, 14 г маргарина, 14 г соли, 14 г патоки, 28 г сахара и 84 мл воды. Соль, сахар и патоку размешать в воде и этим раствором залить опару. Сначала все перемешиваем без добавления муки. Тесто должно быть достаточно плотным, тугим, чтобы его можно было замешивать руками. В моем случае влажность теста 52%, то есть на 100 г муки 52 мл воды. В начале тесто может показаться суховатым, но после нескольких минут оно станет более поддатливым и даже начнет прилипать к рукам. Ничего страшного, потому что как только оно начнет прилипать к рукам, нужно добавить маргарин в тесто и продолжить замешивать тесто с маргарином. С маргарином оно уже не прилипает к рукам и мешать его гораздо удобнее. Накрываем и отправляем на расстойку на 2 часа. Тесто готово, его нужно теперь извлечь из миски. И сделать обжимку. Выпустить накопившийся газ. Обжимаем примерно так. Всегда в одну сторону, натягивая одну из поверхностей. Теперь надо накрыть тесто пленкой, чтобы оно не заветривалось. И дать ему отдохнуть примерно 15 минут. Тесто не очень липкое, потому что в нем присутствует маргарин, оно не липнет к столу. Муки не нужно, берем скалку и начинаем раскатывать его в такой прямоугольник. Мне это всегда почему-то напоминает приготовление пиццы. Вот не знаю, почему у меня такая ассоциация. А теперь начинаем скручивать тесто в батон, подщипывая каждый оборот. Подщипывать надо, чтобы тесто при расстойке не разошлось и не выглядел наш хлеб в конце рулетом, а выглядел именно хлебом. Вот, подщипываем последний оборот. Делаем шов. Шов должен оказаться при расстойке внизу. После чего еще раз прокатываем хлеб хорошенько, чтобы закатать шов. Вот таким вот образом. Переносим наш будущий батон на бумагу для выпечки. Корзина для расстойки здесь совершенно не нужна, она излишняя. Вполне можно обойтись расстойкой швом вниз. Вот аккуратненько укладываем его на бумагу. Я пользуюсь специальной силиконовой бумагой, многоразовой. Она очень удобная. А для того, чтобы хлеб не растекался в стороны, поскольку вес все-таки большой, 1 кг, подкладываю вот такие валики из полотенец с обоих сторон. Сверху накрываем хлеб пленкой, чтобы он не заветривался и не треснул при выпечке. Хлеб расстоялся, он готов. У меня прилипла пленка сверху, но проблема решаемая. Кисточкой смоченной в воде помогаем, и пленка тогда хорошо отходит. Согласно рецепту, хлебу надо дать полную расстойку, иначе он лопнет при выпечке. Вот отсюда такое длинное время, почти 2 часа. Вот видно, что эта силиконовая бумага для выпечки, она просто идеальная. Хлеб к ней совершенно не липнет. Спрыскиваем из пульверизатора хлеб. И острой палочкой делаем наколы. Рецепт совершенно не говорит, сколько их надо делать и в каком месте, поэтому на глаз. Кому как нравится. В этот момент духовка прогревается у меня уже до 220 градусов Цельсия. Готовится принять этот хлеб. Посыпаем маком сверху. И после того, как все будет посыпано, то надо сразу отправлять хлеб в духовку. Ждать уже ничего не надо. Выпечка в духовке первые 10 минут с паром. Потом поддон с водой убираем и допекаем уже без пара. Еще где-то примерно 17 минут. Поражают, конечно, рекомендуемые размеры. Я пек самый маленький хлеб, а он еле поместился в духовку. Хлеб после выпечки спрыскиваем из пульверизатора. И оставляем его остыть пару часов. Вот получился такой сдобный хлеб с маком. Ну, больше тут, собственно говоря, нечего добавить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...